Всем привет, друзья! Время поиграть на картке Ягодное. И, к сожалению, это наш будет последний выпуск по прохождению этой карты. Ведь последние несколько выпусков вы проголосовали за то, чтобы заканчивать его. Мол, что-то хочется нового. Я, в принципе, с вами согласен. Поэтому сегодня будем в основном заниматься тем, что загонять технику на базы, по гаражам, мыть, чинить и тому подобное. Сначала я попросту собирался всё продать, высчитать, сколько же денег мы заработали, купить себе какой-нибудь спорткар и умчаться в закат. Но я сделаю немножко иначе. Я здесь наведу идеальный порядок, это всё сохраню и поделюсь с вами сохранением игры, ну и, конечно же, модпаком. А вы, друзья, сможете после этого всё скачать и играть сами дальше, если того захотите. Это такой будет компромисс. Новое проходение начнём, но и это вы сами сможете продолжить. А мы с вами вернёмся к игре. Ну, помимо того, что мы позанимаемся техником, наведением порядков и ухаживанием за животными, мы также, наверное, сегодня приступим к уборке своих бобов. Так, ну что, первым делом моем нашего выходца Харьковского завода. Моем Кёртхрам Дискатор, там ХТЗ, вот какой красивый. Ну и отправляем его на базу Борок. Садим сюда водил и пускай отправляется. Как помните, мы выкупили базу Борок, затем что-то много гаражей, и мы сможем там хранить технику. А на базе Ярны мы будем хранить лишь ту, которая нужна в любой момент игры. Таким макаром я стараюсь сохранить высокие ФП, чтобы как можно меньше техники базировалось в одном месте. Дальше Тропик. С ним проделаем всё то же самое. Подгоняем к мойке, и всё тщательно отмываем. Пините заправлять уже будем на станции Борок. Ну, учитывая, что на базе Ярны мне тоже иногда может понадобиться трактор, то хотя бы его оставим. А тем временем до завода производства Палет добрался наш КамАЗ из леса. Мы окружаем всю щепу, а КамАЗ отправляем обратно в лес. Длинный красивый, почему я раньше его не купил? Дальше будем заканчивать работу в карьере. Первым делом продаем этот Ливхер. Его доставка отсюда в магазин будет занимать примерно 1 час. Вот серьёзно. Даже если пригнать сюда низкорамник, то доставить на нём его будет очень трудозатратно. Поэтому продаём отсюда. Допустим, приехали, разобрали. Та техника, которая может ещё понадобиться, просто сгоняем под это накрытие, моем и пускай стоит. Возможно, кто-то из вас захочет ещё поработать в карьере. Теменные системы возвращаем с аренды, а та, которая наша, продаём. Топливо-заправщик тоже сюда. И погрузчик. И всё отмываем от грязи и пыли. На дворе дусь. Тем не менее, от этого чище техника не становится. Теперь перенесёмся на наш коровник на базе ягодного. Как я уже говорил в прошлом выпуске, мы смогли обеспечить наш колхоз полностью соломой, сеном, филосом, водой и всей необходимой техникой. Это то, чего я пытался добиться примерно половину этого прохождения. Но именно сейчас у нас есть задача привести всё в порядок. А по пути сгребаем всю оставшуюся солому, которую граблями не получилось взять. Тоже сюда. Теперь переносимся к лошадям. У животных вроде бы всё в порядке. Солома, вода, корм, всё есть. Но вот лошадей ещё бы сенца досыпать. Ну что ж, развязываем пару тюков. И набираем граблями. После чего высыпаем всё в кормушке. Ну вот, отлично. Кормушки полные. Так, теперь что-нибудь надо делать с прицепом, которым под дождём мокнет овёс. Засыпаем кормушку до 100%. И ставим всё под накрытие. Отлично, с лошадями закончили. Взял тем временем пути. Правда, почему-то не в ту сторону. Видать, опять промахнулся и отправил не туда. Затем, два тягача, которые стоят на Агроволге. Их мы заправляем сначала гербицидами. Затем заправляем второй тягач с сухими удобрениями на 150 тысяч. Эти две фуры отправляем на базу Борок. И они будут базироваться уже заполненными. Да, Зилон приехал не туда. Ладно, уже конкретно выбираем ровник базы Ягодного. Вот это да. Автодрайв включает поворотник в любом месте. Здесь я резко поворачиваю. Кстати, настройки самого автодрайва я тоже скинул вместе с модпаком. Ну что ж, теперь перенесёмся на базу Ягодного. Здесь тоже немножко технику владим. В этом этаже я хочу хранить всю спецтехнику. О, КамАЗ добрался до лесопилки. Давайте тоже здесь немножко позанимаемся. Первым делом сделаю то, что давно хотел. А именно, какое-нибудь накрытие. У меня есть вот такой набор палетных залов. Нужны для хранения разных товаров. Но мы поставим в основном для хранения техники. Вот, блин, пенёк. И срезать никак не могу. Ладно. Загоняем сюда КамАЗ. И ТТ-4. Нечего, мы тут под дождём открывать. Дальше я хочу удалить этот набор инструментов. Ставить здесь. И вот такие вот стеллажи. Чтобы на них хранить разные бревна захваты, силы и тому подобное. Ну и сполочнём всё немножко. Отлично. С лесопилкой порешали. Кстати, по поводу производств. Всё работает, всё заряжено. А вот и техника добралась до базы борок. И уже создалась небольшая даже очередь. Присыпное оборудование под это накрытие. А трактора в эти гаражи. Ту же процедуру проделаем смазом. Моем. Присыпь ставим специальный отведённый гараж. Там, где будет удобно его брать. Ну и грузовики, тягачи будем хранить в этих гаражах. Отлично. Спасибо за службу. Закрываем ворота. А мы переносимся к разу. Вомоем. Наверное, в реальности это было бы сильной ошибкой хранить технику уже гружённой. Но благо, игра это позволяет. О, какой грязный. Еле колёса отмыл. Присып на место. Тягач тоже в гараж. Так, надоел мне этот дождь. Да, в принципе, порядки навели. Переносимся домой и будем мотать время. Во-первых, чтобы закончился дождь. Во-вторых, чтобы сои бобы доросли. Мне уже хочется запустить комбайны в поле. Отлично. На дворе третья половина октября. А дожди все не прекращаются. Чем дальше? Дождь вроде бы закончился. Тем не менее, сои бобы всё никак не собирается созревать. Видимо, слишком поздно посели. Процент роста 83%. Ладно, проматываем ещё один месяц. И она встречает четвёртая часть октября. Отлично, поле сои бобами созрело. морковью, луком, картошкой тоже, кстати. И здесь я допустил глупость. Животных теперь не хватает ни корма, ни соломы, ничего. А на улице красота. Прохладно, тем не менее, нравится вот эта атмосфера. Немножко мрачная, желтоватая, всё посохло, тем не менее, весь урожай готов к сбору, даже на нашем огороде. Ну и будем немножко ускоряться. Запускаем комбайн поле. Для начала возьмём этот форшрит 516B. На нём уже установлена проходящая жатка. Подержим к нашему трясатому полю. Как помним, это было наше единственное и самое большое поле, на котором раньше у нас была кукуруза, которая, к сожалению, посохла. Поэтому это первый и, к сожалению, наверное, последний урожай, который мы смогли здесь посеять и всё-таки собрать. Петровичу рассказали, как ехать и запускаем работать. После чего делаем фотографию на память. Ну и последняя техника, о которой я всё постоянно забываю. Наш джон-дир. Посыпем немножко соломы лошадям. Ну и коль в наших руках руль этого джон-дира, также отвезём всё коровам. им тоже всё заполняем соломой. на воде у нас стоят насосы. А силос, как помните, тоже в автоматическом режиме засыпается туда конверной лентой. Навоз задоружается сам работниками колхоза, а хранилище молока тоже самой заполняется. Поэтому особо беспокоиться у животных смысла нету. паркуем сюда фуражный прицеп. Он здесь будет нужен чаще всего. А джон-дира мы пока что перепрофилируем для того, чтобы увозить урожай из-под нашего флотширита. К сожалению, на базе остался лишь такой вот ПСЕ 12.5. Его объём, конечно, маленький. Даже если поставить сюда до борта. Чем мы добьёмся объёма кузова 7100 литра? Это как раз полтора бункера комбайна. Ого! Вот это далеко уехал. А учитывая размеры бункера нашего комбайна, это говорит лишь о том, что урожайность соевого бобы в этом году довольно низкая. Ибо это в 40 бобов само по себе. Отлично выглядели. Петрович поехал дальше. урожай 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 попросту посох. как как видим по радару эта проблема встречается во многих местах на поле. Петрович поехал, а мы будем продолжать раздавать указания нашим работникам колхоза, чтобы постепенно сгоняли технику. водитель водитель взяла доехал до коровника его тоже будем хранить здесь под навесом возле коров. Здесь мы тоже установим набор инструментов и мойку. После чего моем всю нашу технику. Мне кажется так будет удобнее всего. Здесь возле коровника лошадей возле каждого завода лесопилки будет отдельное накрытие с необходимой техникой. Так нам удастся разбросать технику по всей карте. Всем сэкономим фпс. Также любая необходимая техника будет всегда в нужном месте в нужное время. Забавно получается. Эта карта такая большая, такая тяжелая в игре, то половину прохождения я пытался навести здесь в порядке и довести карту до того состояния, чтобы у нас всегда все было. А именно корм, солома и тому подобное. Жалко, что не получилось попробовать все производства и скупить все участки, как изначально планировалось. Но как видим, это могло бы произойти где-то на сотом выпуске. А учитывая, что эти 30 выпусков мы снимали почти один год, то я 100 выпусков не особо горю желанием снимать. Я думаю, основной цели мы добились. Развили наш колхоз, который полностью функционирует. Техника есть, расходники есть, животных армии тоже есть с чем. Ну и поле на базе мы навели порядок, а поле убирается. Теперь хочу позаботиться о своем жилище. Первым делом хочу построить здесь вот такой красивый бетонный забор. Это мне давалось тяжело, да и долго. Конечно бы гораздо удобнее было вообще не ставить этот забор, чтобы трактора на огород заезжали. Ну что поделать, вот люблю эти все заборчики. Оставляем место, чтобы трактора могли заезжать. Остальное все загораживаем. Ну вот отлично и ворота и приход и сзади задес на огород. Также покормим собачку. Осталось найти жену, купить машину и жить себе в удовольствии. Тем временем Петрович звонит, что выгружай комбайн. Эх, все никак не отпускает работа в колхозе. Ладно, выгрузим еще один пресеп. Так, а что у нас там с участками? мы имеем две базы, сереб поля, коровник, лошадей, карьер, большие и малые теплицы, лесопилку и мясокомбинат. Но вот карьер нам уже не нужен. Его продаем за 373 тысячи. И друзья, мы заканчиваем это прохождение с одним миллионом 354 тысячи долларов на руках. Хотя если продать все участки технику, то понимаем, что это примерно 5 миллионов. Дальше я понимаю, что у меня достаточно денег, чтобы купить даже Макларен и гонять на нем со скоростью 300 км в час по дорогам ягодного. Но жизнь в колхозе показала, что лучше техника полезная. Поэтому возьмем себе рейндж. Да, я знаю, сейчас некоторые начнут поправлять ленд ровер и так далее. Но в моде написаны рейндж ровер и ленд ровер. Мне без разницы. Заграничный внедорожник. Покупаем его, а к нему вот такой вот прицепчик. Будем возить здесь палатку, удочки и тому подобное. Блин, фаркоп забыли установить. Ладно, мужики, поставьте мне по берику. Спасибо. Затем прицепляем этот прицеп, закупаемся палатками, удочками, всем необходимым. И едем наконец-то отдыхать. Мы провели в этом прохождении два игровых года. Успели посеять, вырастить и начать убирать второй урожай. так же я хотел закончить это прохождение тем, чтобы выкупить этот остров, снести все лишние здания, деревья и построить здесь огромный дворец. усталость от длительной работы и любовь к простоте заставило меня купить лишь палатку и поселиться где-нибудь здесь. Странно, участок не купили, палатка установилась. Ладно, докупаем участок за 263 тысячи долларов. Теперь, друзья, у нас с вами есть даже личный остров. Ну что, раскладываем удочки, готовим бюшку, идем на берег, забрасываем леску и наслаждаемся природой. Петрович звонит, что надо выгружать, а мне уже без разницы. Этим сможете заняться вы, друзья. А на этом я буду заканчивать это прохождение, друзья. Я всем говорю огромное спасибо, кто его смотрел, кто подписывался на канал, чисто чтобы смотреть это прохождение. Здесь с него начиналась вся история моего канала. Ну а на этом, друзья, мы с вами будем заканчивать. Напоследок всем хочу сказать еще раз спасибо и кое-что важное для тех, кто участвует в конкурсе и собирает 10 чисел, после сбора которых вы сможете победить в конкурсе, то я готов озвучить число номер 4. Это 27. А на этом всем спасибо, всем пока, вы лучше. hopали. напишем нах . . . Субтитры подогнал «Симон»